65% украинцев выступили против военного положения. Это данные последнего соцопроса. Но гораздо яснее об отношении к предвыборному плану Порошенко говорит ситуация на пограничных пунктах пропуска. Запретив въезд в страну российским гражданам мужского пола, Киев не в силах удержать собственных. Военно обязанные мужчины в буквальном смысле бегут от призыва к соседям. Наш корреспондент Елена Ерофеева проехала вдоль западных и восточных рубежей Украины, поговорила с теми, кто предпочел спрятаться и переждать. Под украинским флагом вольно разгуливают гуси. Военное положение на птицу не распространяется. За границей ни танков, ни окопов. Кажется, жизнь течет как прежде. Украинцы едут в Россию, россияне на Украину. Ты видишь, что делается? В Украине вы имеете? Да. Зашло одному человеку что-то в голову. Вот всю страну и молотит. Мужчинам от 16 до 60 въезд на Украину теперь запрещен. Пограничники с той стороны требуют нотариально заверенное приглашение и веское основание. У Владимира Сиротенко оно в багажнике. Отец там похоронен, мать похоронена. Отец воевал, Берлин брал. А видите, не могу попасть ему на кладбище. Когда украинцы пересекают границу, им доказывать ничего не нужно. Народ бежит на все четыре стороны. Хотя Порошенко с первого дня своего президентства обещал привести страну в европейское будущее. По этой дороге Украина должна была заехать в Европу. Венгрия первая признала ее незалежность и право вступить в Евросоюз и НАТО. Но Большого потока на пункте пропуска за Ханчоп обычно не бывает. В очереди только дальнобойщики. Для тех, кто едет в Европу на заработки, сейчас не сезон. На Рождество они домой возвращаются. Украина, это Европа, так и осталось с лозунгом. Александр Мольнер теперь точно знает, в чем разница. После Майдана уехал сначала в Голландию, потом в Германию, оттуда в Чехию. Теперь в Будапеште работает на парковке. А что же вы из Европы в Европу-то едете? И зарплата не европейская. Лишь цена на газ. То европейская у нас. Возвращаться в Закарпатти не хочет. После того, как объявили военное положение, снова приходили из военкомата. Принесли уже третью повестку. Фигня не было. Не военное положение, естественно. Как вся Украина, это операточное военное положение. Всем понятно абсолютно, что без России, украинской экономии не выжить. Но украинцам в Венгрии рады. Здесь открывают новые заводы, закладывают стройки. Работать некому. Наш человек пытается устроиться электриком. Его готовы принять в тот же день. Если подсобником идёшь, тебе даст 1100, а если пойдёшь мастером, это 1200. Удержи её. 1100 форентов — это примерно 400 рублей за смену. Место в общежитии дают бесплатно. Это обычный двухэтажный дом, небольшая общая кухня, двухъярусные кровати, лежаки в два ряда и примерно два десятка постояльцев. Там куринка, да? Приятного жутка. Здесь и совсем юные парни скрываются от армии и параллельно работают. Условия точно не домашние. Но только вдали от дома эти люди могут нормально заработать. Если я уже здесь, в Польше, то на Украине совсем уже всё плохо становится. И мне тоже обидно за тех же родителей, которые у меня пенсионеры. У них хватает, наверное, только на коммунальные услуги и, может быть, на неделю поесть. Женя уехал на заработки в Краков. Работает водителем такси. Весь из дома не радует. На Украине мобилизация. Я не буду срываться отсюда и лететь на Украину, чтобы бежать в военкомат. Потому что, извините, государство мне ничего особого не дало, чтобы я смог что-то отдать государству. Уже несколько лет Игорь с бригадой ездит по Европе. Сейчас облагораживает фасады в польском Кракове. В январе обещают хороший подряд в Испании. Если военком не призовёт. Не знаю, кто там воюет, как воюет. Не знаю. Мне задача семью поставить, вырастить детей, выучить, поставить нормально, чтобы не так, как я ездил по заграницам. В пригороде Варшавы уже несколько лет существует так называемый нелегальный базар. Зарабичане выходят сюда в 6 утра и ждут, когда за ними приедут работодатели. Если паня увидит мою работу, то даст столько, сколько захочет. Ареста приезжает в Польшу на заработки из Тернополя. Ей 53. По дороге жалуется на плохую жизнь. За чашкой чая рассуждает о политике. Вся уборка займёт меньше часа. За это аресты возьмёт с нас 80 злотых. Хотя мы так не договаривались. Сегодня даже поляки жалуются. Украинцы работать стали хуже, а просят много. В санатории сварили борщ и пересолили его так, что его невозможно было есть. Понимаете, все 100 отдыхающих были, естественно, голодны. На польско-украинской границе всё так же торгуют водкой и сигаретами. Водка, водка есть. На Украино-Венгерской продают сукерки от Порошенко. Ведь устроил президент своему народу сладкую жизнь. Он конфеты варит, они конфеты продают. Правда, за границей. Елена Ерофеева, Ольга Аленькина, Наталья Новгородова, Елена Манухова, Кирилл Пузырный, Виктор Бармин. Вести.